С 8 февраля жители Красносободска выбирали, какая из пяти общественных территорий райцентра нуждается в благоустройстве больше остальных. За 10 дней тройку лидеров определили. На первом месте с большим отрывом оказалась пешеходная зона отдыха и досуга в первом и третьем микрорайонах. Здесь проживает много молодежи и семей с детьми. Теперь эта территория будет участвовать во Всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды. Хочу отметить, что в рамках данного голосования участие было очень активным. Много репостов было, много просмотров, более 7 тысяч просмотров данной странички. Это радует то, что наши горожане активно участвуют и им не безразлично территории, где мы проживаем. Активно подключились и волонтеры, которые рассказывали местным жителям про голосование. Чуть позже горожан снова попросят помочь. На этот раз высказать свои пожелания, что хочется видеть здесь в первую очередь. Участвует Краснособотский в республиканском конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды. Какую территорию благоустроят в ее рамках, еще не решили. Пока есть три лидера. Наибольшим предпочтением у граждан это сквер в третьем микрорайоне, на третьем месте. Далее пешеходная зона в границах улицы Коммунистическая, Советская площадь река Мокши. А также территория, это площадь на улице Интернациональная. Один из лидеров территория в границе улиц Коммунистической и Советской сейчас больше напоминает заснеженное поле, однако у нее большой потенциал. Здесь может разместиться пространство для комфортного отдыха и занятий спортом. А чуть ниже, где протекает Мокша, есть место для чистого и благоустроенного пляжа. Изменения будут доступны, если местные жители также активно проголосуют за эту территорию во время рейтингового голосования. Оно стартует с 26 апреля. Ольга Данилова, Сергей Соколов, Народные новости, Краснослободский район.